где ты я найду тебя куда же запропастился этот непослушный мальчишка ах вот ты где ну теперь тебе не уйти от наказания иди сюда иди сюда я сказала бабушка ты что не слышишь стучат в дверь да слышу я просто я занята важным делом мне нужно наказать тебя а если отвлекусь сейчас то потом забуду что хотела сделать из-за своего склероза как говорится куй железо не отходя от кассы правильно говорить куй железо пока горячо ты не умничай слазь давай бабушка но вдруг это что-то срочное открой дверь а если ты забудешь о своем важном деле то я тебе напомню честное слово ну ладно пойду открою что у вас там здравствуйте с моим коллегой ученые изобретатели хотели бы пригласить вашего внука в нашу лабораторию на открытие нового революционного изобретения где состоится бесплатная раздача слонов вот приглашение какие еще слоны вход только для детей и обязательно нужно привести собой лучшего друга до свидания ерунда какая-то бабушка кто это был а вот принесли приглашение бесплатная раздача слонов обязательно приходить с лучшим другом бабушка можно мне пойти я очень хочу слона запомни раз и навсегда бесплатный сыр бывает только в мышеловке если тебе кто-то предлагает что-то бесплатно то ты скорее всего за это заплатишь потом либо твои родители заплатят а я денег давать не собираюсь у меня и так пенсия маленькая ну пожалуйста я не буду просить у тебя денег ладно делай что хочешь а меня не трогай кстати чем-то я хотела заняться у меня какие-то важные дела были совсем склеру а с проклятой замучил не помню кажется ты говорила что собираешься приготовить мне что-нибудь вкусненькое да странно тогда пойду на кухню тут написано что нужно пригласить своего лучшего друга эх интересно где сейчас лендер пропадает у тебя какие-то проблемы привет слендер легок ты на помине так я тут рядом был по лесу шастал народу совсем нет пугать некого вот и услышал твои мысли слендер мне очень нужно чтобы ты пошел со мной в одно место там впускает только с лучшим другом мне это очень приятно слышать раз так тогда без проблем идем приветствую вас нашей лаборатории проходите в здание сейчас начнется бесплатная раздача слонов а где же другие посетители неужели никому не нужны слоны что-то мне не нравится все это балди я не смог прочитать его мысли какие-то помехи мешают может ну их этих слонов уйдем отсюда слендер пожалуйста будь другом потерпи все будет хорошо а вот и наши первые посетители наше революционное изобретение позволяет из воздуха материализовать материю сегодня мы будем делать из воздуха слонов а может лучше сделали бы что-нибудь попрактичнее ну к примеру еду для голодающих детей африки хорошая идея уважаемый обещаю мы займемся этим вопросом как только закончим с нашей первой акции со слонами а теперь пройдите пожалуйста сюда встаньте вот тут оттуда выпадет слоник и вам нужно будет его поймать а можно мне это сделать нет мальчик слоник будет большой ты его не удержишь ох не нравится мне это все балди ну слендер ну будь другом сделай это для меня ладно только ради нашей дружбы ах как это прекрасно такая крепкая дружба внимание приготовились пуск получилось получилось я же говорил что это сработает слендер что с тобой что происходит почему он упал и где слон которого вы обещали иди домой мальчик можешь не переживать мы издадим этого злодея слендера куда нужно я же говорил эти лучи на него подействуют не зря я так долго изучал природу этого чудовища что вы хотите сделать моим другом советую тебе мальчик впредь тщательнее выбирать друзей ты связался со злодеем по которому давно тюрьма плачет слендер хороший отпустите его пожалуйста как же хороший а все эти легенды о пропавших детях не правда что ли учитывая его сверхъестественную природу мы не будем сдавать его в полицию не для того мы его ловили он нам нужен для экспериментов вы обманули меня я сейчас позову полицию почему же сразу обманули ты хотел бесплатного слоника вот держи ты это заслужил привел к нам такой замечательный экземпляр не думал что так все просто выйдет я же говорил что слендер его лучший друг и он обязательно его возьмет с собой ладно хватит разговаривать помоги его перенести пока он не очнулся поместим его в другую ловушку я спасу тебя слендер сейчас позову полицию и они арестуют этих мошенников держись друг пожалуйста поспешите они хотят причинить ему вред не беспокойся мальчик мы спасем твоего друга ученые говорят что у них патент на поимку сверхъестественных существ но ведь он мой друг он никому не сделал вреда прости парень но мы ничего не можем сделать мы думали что в опасности гражданин это чудовище кроме того у них есть на это разрешение все пропало это из-за меня он попал в ловушку ведь бабушка мне предупреждала что бесплатный сыр бывает только в мышеловке вот какая беда приключилась бабуля я себе этого никогда не прощу ведь он не хотел туда идти я его уговорил сделать это ради нашей дружбы понятно едем к ним сейчас же у меня родилась мысль как выручить твоего друга я заплачу вам если вы отпустите слендера что вы мадам у вас не хватит денег с вашей-то пенсией вы хоть представляете во сколько нам обошлась постройка этого аппарата я уж не говорю о целом годе исследований и наблюдений за этим существом 10 миллионов долларов золотыми монетами и в слитках все что мне удалось скопить за мою весьма продуктивную жизнь 10 миллионов долларов да это же это это же так много что мы смогли бы построить аппарат еще лучше этого и тогда бы мы смогли поймать неуловимого пеннивайза мы согласны где же ваши обещанные сокровища там понимаете недавно тут произошел потоп и все золото смыло под землю а у меня руки не доходит их достать уж больно я стара для этого о нет Нет, теперь бабушка разозлится на меня, я затопил ее сокровища, и она заставит меня вычерпывать всю воду. О нет, теперь бабушка еще больше рассердится, ее сокровища провалились под землю в глубокую бездну. Эх, зато теперь вычерпывать воду не нужно будет. И какая там глубина? С километр примерно. И как же мы их оттуда достанем? Как-как? Вы же изобретатели, а не я. Вот и придумайте что-нибудь. Спасибо тебе, Балди, что не бросил меня в беде. Это тебе спасибо, Слендер, что не в обиде на меня за то, что я тебя подставил. Ведь ты не знал и не желал мне зла. Я никогда не предам тебе, друг. Мне приятно это слышать. Я верю тебе, друг. Спасибо. Спасибо.